Всем привет! Надеюсь, мне удастся это видео снять без катов, но всё равно я увижу потом в пост-продакшене, при монтаже, допустил ли я какие-нибудь ошибки. И если какие-то радикальные противоречия будут с моей актуальной точки зрения, которые спонтанно произошли, я их исправлю. Почему я вообще об этом говорю? Потому что сегодня пойдёт речь о инстаграм-аккаунте Варламова и о его посте. И когда человек пишет пост, он зачастую, как это видно, делает это в блокнотике сначала, то он вроде как имеет возможность всё перепроверить. И если ты огромный блогер, у тебя миллионная публика, то, конечно же, ты должен испытывать какую-то ответственность за то, что ты пишешь, и реализовывать возможность исправления всех ошибок, которые ты допустил. Но это не тот случай, это не случай Варламова. Я держу в руке пивко San Miguel безалкогольное 0.0. Для тех, кто первый раз подключился на этот канал, я ездил в Россию, когда снимал вилоги каждый день и пробовал в России каждый день новое безалкогольное пиво. Эти вилоги очень короткие, потому что мне приходилось на айфоне монтировать, и можно ещё раз заценить. Но сегодня San Miguel безалкогольное... Я бы сказал, вполне себе. То есть это Original Ledger Beer. И я советую просто его попробовать, но это определённо не моё любимое. Но перейдём к Варламову и его посту о посте. То есть речь идёт, конечно, сейчас о православном посте, или посте, я не знаю, как правильное ударение делать, но... Сразу перейдём к позиции Варламова, которую он выразил на миллионную публику, без стеснения, без задней мысли, без... Вот сколько... Пару часов точно прошло, без каких-то извинений, исправлений и прочих. У меня позиция такая, что говном нельзя быть никогда. Ни во время поста, ни после. Нельзя врать, воровать и делать всякое хэ. Просто не будь мутаком, тридцать шесть пять дней к году, раз в четыре года тридцать шесть. И можешь есть мясо, сколько влезет. У меня сразу несколько проблем с этой позицией. Во-первых, это позиция пофигиста для пофигистов о пофигизме. То есть, это для меня абсолютно неконструктивная, даже деструктивная позиция, которая ничего полезного в массы не несёт, лишь позволяет делать какие-то плохие вещи дальше. То есть, Варламов такой типичный блогер, миллионник. Как ещё можно достичь миллиона? Можно, конечно, какие-то юморные видео делать, можно какие-то сумасшедшие, типа разрезал. Горячим ножом, бутылку, бла-бла-бла. Но у Варламова другой случай. Он говорит людям хорошие вещи, об их плохих поступках. И тем самым имеет большую популярность. В том числе, он катается по миру. Не знаю, деньги есть, показывает, собственно, мир. Всё у него хорошо. Всё у него хорошо. А как там будет в России, собственно, в которой он в основном вроде как живёт или нет, это уже пофиг. То есть, пофигисту всё пофиг. Давайте разберём конкретнее по предложению. У меня позиция такая, что говном нельзя быть никогда. Это, конечно же, примитивное использование русского языка. Я вообще симпатизирую, конечно же, русскому языку. Большую часть жизни на нём говорю. И я прекрасно понимаю вот эти матерные вставки. Они зачастую придают такой изысканный окрас, я бы сказал. Но в данном случае нужно уметь использовать. Нужно уметь использовать мат, нужно уметь использовать русский язык. Варламова, к сожалению, не тот случай. Он использует слова так, что под ними можно было понять вообще всё, что угодно. И в итоге забить. То есть, мы дальше ещё вернёмся к этой теме забиваний. Но вот что говном нельзя быть никогда? Что значит говно? Собственно, конкретное определение говна нет. Вроде как никто себя говном не считает. И, соответственно, ассоциирует себя с посылом варламова. Особенно если на традиционном питании. Ни во время поста, ни после. Нельзя врать, воровать, делать всякую хрень. Окей, это в итоге каноны из Библии, наверное, какие-то, какая-то мини-версия Библии, что ли, спойлер. Просто не будь мудаком, 365 дней в году. Тоже себя вроде как мудаком, наверное, вряд ли кто-нибудь считает. Разве что отдельные поступки, которые мы когда-нибудь совершали, были мудацкие. И когда-нибудь мы осознали это. И их признали вот как раз мудацкими. Но я не думаю, что варламов вообще понимает, что его аккаунт, каждый пост. Буквально мы сейчас посмотрим еще один пост. Буквально, да, можно считать. Я могу считать говном и мудацким. То есть это, конечно же, нужно прекратить. Удалить аккаунт или изменить полностью всю тему. Потому что это просто распространение пофигизма и, конечно же, релятивизма. Я скажу еще о том, что вы можете заценить видео о варламове. Я делал уже, почему, собственно, я делаю сейчас хайп или что. Нет, я уже делал видео о шлемах, о его позиции, о велосипедных шлемах. Не буду повторяться. Лишь скажу, что да, вы правильно угадали. Там тоже пофигизм со стороны варламова. Он советует своим подписчикам забить на все. Однако его, свою дочурку, он обмунтировывает во всю экипировку. То есть шлем присутствует на голове его дочери. На его, однако, нет. То есть дочке падать нельзя. А ему можно или он не упадет, не знаю. Это пофиг, да? Но давайте разберем его позицию дальше в самом посте непосредственно. И здесь он говорит о религиозных людях, о том, что, конечно, это отдельная тема по религии. Но он приводит пример совершенно не к месту, на мой взгляд. Что однажды голландский инженер, бла-бла-бла, предложил убрать с небольших улиц все знаки и разметку, чтобы снизить там аварийность. В итоге водители стали ехать аккуратно, пешеходы смотреть по сторонам. И аварийность снизилась. Не знаю, как у Варламова с новостями, но в Германии поставлен был рекорд с того момента, как статистику вообще ведут. Самое низкое количество аварий за, по-моему, 60 лет или еще что-то такое. И насколько я вот тут живу, видел и разметочки везде, и знаки моют каждый год, потому что они бывают из-за грязи или еще что-то, пыли просто не совсем однозначно их можно определить. И да, здесь все это работает, правило, да. Но дальше, конечно, шок происходит. Если это предложение изолированно как-то воспринимать, то да, можно подумать, что это вроде как имеет смысл. Мне не нравится религия тем, что она дает человеку четкие правила, как жить, что делать и как решить вопрос, если ты накосячил. Просто абсолютно тупое, на самом деле, утверждение. Если посмотреть в общем, изолированно окей, если в общем посмотреть, то чертова конституция, законы, да, это то, это буквально это свод. Указаний и ограничений для человека, чтобы он жил в обществе по каким-то правилам, законам, чтобы опять-таки третья сторона, незаинтересованные стороны не были ограничены из-за того, что кто-то перегибает палку или считает, что он король жизни, бла-бла-бла. Короче, для этого есть как раз законы. Но законы, видимо, Варламову не писаны, потому что ему не нравится вот религия по тем же, собственно, симптомам, которые имеют и законы. То есть, что это такое? Но давайте перейдем еще к одному посту, он о Немцове. Конечно, Немцов, это тема, человека убили на хайпе. И, конечно же, стоит ожидать от Варламова тоже поста, потому что, я понимаю, публика ожидает какого-то мнения от блогера, от инфлюенсера, за которым они следят. И он называет убийство Немцова актом террора. Это что-то такое вот по софту, типа, вот злые люди есть, и они хотели убить хорошего человека. О, вот так вот в жизни бывает. Это акт террора. То есть, здесь нивелируются мотивы, которые могли бы иметь убийцы Немцова. А именно, политические, конечно же, мотивы, это то, что просто, на мой взгляд, мега очевидно. Но для Варламова нет. Да, у Варламова есть злые люди, террористы. Я не знаю, просто зло, какой-то пучок зла. Просто откуда-то взялся он и все. Ну, это как вот в мультике. Просто там должен быть какой-то злодей. И вот он откуда-то берется. И ты предысторию не знаешь, ничего не знаешь. Он просто есть. Вот и для Варламова тоже убийцы Немцова. Они просто были злыми и убили хорошего Немцова или плохого. Это уже не важно. Но здесь, конечно же, происходит подлиз актуальной власти, которая, конечно же, имела основные мотивы на убийство Немцова. Дальше, последнее предложение, конечно же, удивляет больше всего. Это просто 27 тысяч лайков этому посту. 27 тысяч лайков. И это вывод, который вы получаете от Варламова. Это то, о чем весь Варламов. Если ты вот это понял, то ты поймешь все творчество этого человека. Итак, это больше не должно повториться. Важно, чтобы в России больше никто никого не убивал за инакомыслия. Просто я хотел минуту молчания, может, по логике и по конструктивизму. Нет просто никакого конструктивизма у Варламова. Это просто пустота. Он ничего не советует. Однако, я могу что-то посоветовать заместо него. У меня есть доступ к сети интернет, к информации, которая может изменить жизнь не только индивидуально каждого отдельного человека, но и жизнь человечества в принципе. А именно, это, конечно же, самый минимальный поступок, который можно привести в свою жизнь, это переход на растительное питание. Это просто минимум. Это очень-очень просто. И если бы Варламов, я понимаю, конечно, он сейчас в такой позиции, что он на точке невозврата уже давно находится. То есть, если он такое посоветует своей публике, то его бесхребетная публика пошлет его теми же самыми словами куда подальше и отпишет, конечно же, нахрен. Но он уже давно достиг точки невозврата. Однако у всех остальных думающих людей, которые не впитывают в себя как губки вот эту пустую информацию, наполняют себя пустотой, какими-то нейтральными мнениями, ну, типа, вот в новостях показывают, человека убили. Как ты отреагируешь? Ну, это плохо. Что ты увидишь у Варламова? Это плохо. Серьезно? Ну, где аналитика, где концептивизм, где советы? Дальше, после совета перехода на растительное питание, я, конечно же, советую всем тем, кто благодаря моему видео понял, о чем, собственно, весь Варламов, конечно же, отписаться от него, поставить «нет интереса», если будет предлагаться его видео и так далее. То есть просто игнорировать, забыть этого блогера. Он уже достиг точки невозврата, он не изменится. Разве что ему... Я думаю, что финансово он обеспечен отлично, и он может, в принципе, изменить себя как хочет. Он может стать совсем другим человеком, конструктивным, прогрессивным, в духе времени обращаться к своим подписчикам с позиции «вот это ты можешь изменить», да? Вот именно это. Допустим, перейти на растительное питание, а не с позиции «вот ты знаешь, вот это плохо». Нет, ты понял, да? Ну, это плохо, да? Ну, убивать плохо. Ты понял? Я просто хотел еще раз пост написать о том, что убивать плохо. Ну, надеюсь, ты понял, да? Серьезно, это, конечно, пустота, от которой нужно отписываться, просто не тратьте свое время зря. Это было все на сегодня. Огромное спасибо за внимание. Чеюс! До новых встреч!